Сейчас же автовладельцы вынуждены нарушать законы и выезжать на улицы города без полиса ОСАГО. Правда, таких случаев единицы заверили в госавтоинспекции. Гораздо острее стоят другие проблемы. Пешеходов сбивают прямо на переходах, а дети перебегают дорогу в неположенных местах. Очередное ДТП с участием ребенка произошло 4 апреля. На перекрестке у 14-й школы легковушка наехала на первоклассницу. Родители девочки считают, что инцидента могло бы и не быть. Дмитрий Житарчук выяснял, как можно было избежать несчастного случая. В школу первоклассница Ирина и раньше ходила без сопровождения родителей. Дорога недолгая, всего один квартал. Было так до недавнего времени, теперь одной страшно. Если первый перекресток преодолевает самостоятельно, на пути есть пешеходный переход, то на втором, перед школой, ее встречает мама. Специально отпрашивается с работы. Привет, давай ручку. 4 апреля, переходя дорогу, девочка попала тут под машину. Мама ж с ужасом вспоминает тот день. Я, конечно, начала с паника. Я поехала сразу в ГАИ. Мы забрали ребенка, поехали в трамбольницу. Зафиксировали ушибы. Виноваты, уверены родители. Не столько водитель и ее дочь, сколько ответственная за безопасность на дорогах лица. На этом перекрестке труда и Карла Липнихта переход всего один. И это при том, что участок этот оживленный расположен в считанных метрах от школы. Выбора, как говорит Виктория, у них просто нет. По пути от дома к школе и обратно ее ребенку в любом случае приходится переходить дорогу не по пешеходному переходу. Либо здесь, на перекрестке Карла Липнихта и труда. Либо здесь, кварталом ниже у дома, на пересечении улиц Роза Ликсембург и Карла Липнихта. Перейти дорогу под знак здесь можно только в одном месте. Схематично ежедневный путь первоклассницы Ирины можно представить так. Школу девочка идет по одной стороне Карла Липнихта, возвращается по другой. И в том и в другом случае школа для нее словно остров. Абсолютно безопасного пути нет. Городские власти проблемным этот район не считают. По данным пресс-службы администрации, движение здесь интенсивным назвать сложно. Улицы Труда и Роза Ликсембург тут односторонние. Проблем нет. Вот если ГИБДД даст распоряжение обустроить дополнительный пешеходный переход, предположили в администрации, они выделят деньги и его оборудуют. И тут как будто опять без проблем. Мы требуем нанесения пешеходных переходов по линии тротуаров. Но, к сожалению, финансирования и вопросов к администрации недостаточно. И, конечно, бы хотелось, чтобы полностью перекресток был обозначен пешеходными переходами, обозначен знаками, разметкой. Это, конечно, бы создало определенную безопасность именно на этих участках. При этом в ГИБДД напоминают, родителям нужно требовать и от детей быть внимательнее на дорогах. На каждом углу переход не поставить. Мама же Ирина тем временем собирает по району подписи за новый переход. Уже три листа, а четыре в автографах. Уверена, к воле народа чиновники прислушаются. И она сможет на работе трудиться спокойно, а дочка в школу безопасно ходить. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дайвича.